Продолжение следует... Вдохновителем этих выдумщиков, религиозных мифотворцев был дьявол и никто иной. Потому что нет другого личности в истории на планете, заинтересована в том, чтобы христиане свой взгляд от Христа отвели в сторону, кроме как дьявола. И я утверждаю это постоянно, что те обманутые христиане, что молятся в невежестве, молятся Богородице, молятся Марии, на самом деле никакого отношения с Марией они не имеют. С реальной Марией, с Матерью Иисуса Христа. А имеют общение с теми же самыми бесами, что имели и предки многие наши, греки, которые молились Богородицам этих языческих культов. Тем более очень много параллелей. Но введение во Храм Богородицы, оно исключительно, кроме христианства, трудно найти в других религиях похожее. Дело в том, что легенда следующая есть. Но этот праздник считается одним из 12 самых больших праздников в году в православии и в католицизме. Но это конкретная ложь. Откровеннейшая ложь. Кстати, многие священники в личной особенной беседе, в приватной беседе, это признают. Даже ортодоксы. Даже те, которые верят в это, что это могут. Ну да, но это, конечно же... Они чем оправдывают обычно? Что все-таки это ложь, но она во спасении. Чтобы помочь, как люди говорят, ложь во спасении. Что якобы это, да, факт вымышленный, но он способствовал и до сих пор помогает тому, чтобы поднять авторитет Марии. Авторитет Богородицы. Чтобы ее превознести помогает. И якобы Мария, когда она... Прежде чем она родилась, там была целая серия чудес. Якобы ее мама и папа были бесплодными и не могли иметь детей. И вот на старости лет, вот такая радость, родилась девочка. Но перед тем, как она родилась, они дали обед такой, зареклись пред Богом. Что если родится ребеночек, то мы отдадим его Богу. Отдадим храму. Думали родиться мальчик, но родилась девочка. Они Марию, когда исполнилось ей три годика, они отвели к храму. И отдали храму на воспитание. При храме священника. Вот. И якобы первый священник, увидев, как привели Марию, мать Иисуса будущую, он взял эту девочку за руку и вел ее в сам храм, куда не мог он завести. Согласно завету. Только лишь священники могли туда попасть. А потом взял и ее ввел во святое святых, в Кадош-Кадошем, в святое святых Иерусалимского храма. О, здесь даже любой раввин перекрестится. Конечно, не может быть такого вообще. Но скажу, что да, не может быть. Но согласно этой древней легенде, этому догмату, уже якобы Марию первый священник оставил там во святом святых. Вышел. Нет, девочки. Все, она там осталась во святом святых. И якобы Мария жила там до 14 лет. 11 лет своей жизни провела во святом святых. Была питаема ангелами. Ангелы приносили ей манну. Она кушала манну. И росла. И вот в 14 лет она вышла из святого святых. По другой версии, более современной версии, ею держат большинство православных традиционных сегодняшних священников, это я бы рассказал версию средневековую, древнюю более. В современной версии она еще более фантастичная. Значит, вот Алексей II ее очень сильно пропагандировал, покойный патриарх московский, что якобы Марию все-таки вылили из святого святых в тот же самый день. Но поселили при храме, и она каждый день до 14 лет ходила молиться во святых и рослимского храма. Каждый день на глазах всего Израиля. На самом деле это еще более фантастичная теория. И якобы это все было придумано для того, чтобы превознести Марию. Да, превознесли Марию. Но это не Божий путь. Знаете ли, это откровеннейшая ересь. Кстати, когда на радио Свобода одному из священников задали вопрос по этому поводу, тот традиционному православному, он имел мужество признаться как раз в прямом эфире, что это является на самом деле заблуждением, это неправда, такого не могло быть. Но, говорит, как он оправдался? Что, если мы сейчас это уберем и объявим по всем храмам, что это неправда, ересь, да, то, а представьте, сколько храмов уже построено на Руси в честь введения во храм Богородицы. Женские монастыри, они через один посвящены в честь введения во храм. Это один из 12 больших праздников. Да и простой народ, а разве поймет, он их объяснял, что простые бабушки, они привыкли, что это праздник причистый, они готовятся к этому празднику, они переживают, они по-своему там стол накрывают, они гостей ждут, значит, то есть, как бы, неужели мы их разочаруем, как бы, теперь? И, а другая есть еще вещь, другая сторона, другая правда еще есть. Если сейчас вот эту ересь объявить ересью, да, и народ соберется, бабушки придут, значит, на праздник, и вдруг батюшки скажут, по всей Руси, по всей России, допустим, от Смоленского, от Калининграда и до Якутии, объявят священники в тысячи храмов, что, извините, дорогие братья и сестры, на протяжении последних полутора тысяч лет мы вас обманывали, что такого быть не могло и не было. На самом-то деле, это просто ложь. Мы считаем этого спасения, но теперь мы поняли, что нельзя вот такими вещами. Я представляю у многих, как челюсть отвиснут. И потом новая вывеска над храмом. Храм был видением Богородицы. Теперь ни видения, ни привидения, ничего. Теперь только храм Христа Спасителя у нас будет, Иисуса Христа, Духа Святого, как угодно, но только не видение, привидение и прочее. И вот, и шок будет, месяц-два пройдет. Я убежден, что эти бабушки, эти прихожанки многие, осознав, что их кинули, их обманули, их отцов, их матерей, их прадедов, прапрадедов, и уже больше тысячи лет ложь такая распространяется. Я убежден, что начнется такой бунт. Они придут к этим батюшкам и скажут, ну-ка, батюшки, давайте рассказывайте, что еще за последних полторы тысячи лет, или, может быть, тысячи лет, у нас неправильного. Все. Придется, знаете, как Витцин, помните, да, операция И, да, когда он там пошел по маленькому, потому что где-то горшок там снизу достал, и все это посыпало, все эти горшки. Там столько посыпется, там ой-ой-ой. Надо брать, надо будет календарь православный и маркер в руки, и там столько черкать придется, ой-ой-ой-ой-ой-ой. А потом столько кается, только один Иисус останется вообще-то, да, и ему будет вся слава. Аминь. Да, друзья, я очень жду этого момента, когда Иисусу будет вся слава в церкви. Я очень хочу этого. Слава Богу. Надеюсь, что скоро, очень скоро это произойдет. Почему? Потому что Господь грядет, и время начать суду с Дома Божьего написано. Да? Не с кого-то еще, не с чего-то еще, не с политиков Бог будет начинать, да, свой осмотр этой земли, да? А с чего? С Дома Божьего. Аминь. Аминь. Так, господа. Вот так и зафиксируем мы. Так, и по поводу еще, культа Богородицы, еще один штришок, немаловажный. То есть, вы теперь знаете, да, как выводить религиозных аферистов на чистую воду. На Слово Божье вывести и показать, что вот обсуждность вот этих вот как раз утверждений. Тем более, что вот я имею уже опыт за эти годы последние, да, общения с разными священниками по всей России фактически, не только по России. Я бывал в православных храмах и общался и в Австралии, и в Европе, и в Америке, и в тех странах, где православие является религией меньшинства или как бы, или малой религией, да, малоизвестной. Вот там, где православных почти никто не видел никогда. Вот там они по-другому песню поют, священники православные многие. Но, опять-таки, оправдывается, что ну, это все-таки культура наша уже. Знаете ли, это уже все-таки, ну, как бы, это уже традиция. Но, как говорил Ветенский Александр 80 лет назад, вся вина у нас в том, что большинство наших священников живет по принципу до нас положено и лежено во веки веков. До нас положено и лежено во веки веков. Вот так вот. Так, и еще по поводу культа Богородицы. В августе месяце праздник Успения. Думаю, многие из вас слышали, да? Успенские соборы, да? Московская Кремль, допустим, да? Большой собор. Во многих городах, крупных городах, именно центральные храмы назывались в честь Успения. Допустим, в Киеве, Киево-Печерская Лавра. Это Успенская Лавра. В Москве, да, уже. В других городах, очень известных. Вообще, Успение считается большим праздником. Но, опять-таки, это еще большая ложь, даже, чем введение во храм Богородицы. Еще большая ложь, еще более наглая ложь. Настолько, что трудно, как бы, даже здесь, как бы, объяснить, в чем больше здесь ложь. Успение Богородицы, это в августе месяце, 28-го, по-моему, августа, празднуется 29-го. Я уже, как, один говорил, батюшка, обусурманился уже. Праздников не помнит. Ну, и слава Богу, что я уже многие вещи эти стал забывать уже. Дело в том, что августовский праздник Успения Богородицы является откровеннейшей ересью. И уже реально хуллой. Там, значит, говорится, что Мария, она якобы умерла, и потом воскресла из мертвых, и вознеслась, описнула ее своего сына, и этим словом иерархия усложнилась уже. Как бы, вся. И теперь, поэтому во имя Христа бесполезно что-то либо просить. Нужно во имя Марии, вначале, потом уже Мария уже Христа, а Христос уже Отца. То есть, как бы, уже вот такая иерархия. И, значит, и легенда такая, ну, это канон, это доктрина, в католицизме после Второй мировой войны в 50-е годы это было принято даже как доктрина церкви. То есть, в это обязаны верить все католики по всему миру. В православии такой именно доктрины нету, но это считается верой всех. Общая вера, как бы. Так вот, и якобы за две недели перед смертью к Марии явился Архангел Гавриил. Вот почему две недели поста принято в православии Успенский пост, так называемый, многодневный пост летний. Успенский пост. И вот, якобы Марии явился опять Архангел Гавриил. Опять с таким же приветствием радуется благодатная Господь с тобою. Благословит это в женах. Она в шоке, что опять... Нет, это уже моя такая присказка. Но я думаю, она удивилась сто процентов. Значит, и Архангел объяснил ей, что теперь он пришел уже с другой миссией. Он пришел забрать ее душу. Значит, Мария попросила отсрочки. пару недель ей дали на сборы. Гавриил там поговорил, с кем надо. Две недели дали ей отсрочки. Но она, ну, может там завещание написать, как-то делать последнее распоряжение, не знаю. Но Мария попросила Гавриила по старой дружбе как бы вот следующее. Что говорит, помоги, пожалуйста, я хочу попрощаться со всеми апостолами Иисуса. Они вот все разошлись, кроме Ивана, все разошлись на проповедь. Вот. И хотела сказать им пару слов перед тем, как уйду. И вот, значит, и Гавриил сказал, хорошо, но за две недели было сложно собрать их естественным образом. Поэтому сверхъестественное началось собирание апостолов. Ангелы доставили их прямо в Иерусалим, прямо по небу. всех, кроме Фомы. Фома не верил. Фома, видимо, не поверил. Либо ему средство передвижения не понравилось, как бы. Комер самолет, он засомневался, короче. Да, значит, и Фома там в Индии, он испытывал духу, видимо, долго. Он прилетел, но позже прилетел. Либо там нелетная погода была, не знаем. Значит, одним словом, Фома прилетел уже после похорон. Представляете? И вот, значит, апостолы все прилетели, значит, попрощались с мамой. Мама их всех благоставила, там, дала назидание, какое-то наставление. И умерла. Апостолы похоронили ее с пением, прошлись по улицам Иерусалима, попрощались с Марией. Было не без эксцессов. Эти похороны прошли. Один традиционно ортодоксальный иудей, как бы раввин, он решил испортить праздник христианам. Говорит, вот это матерь того самого самозванца. И решил гроб с Марией столкнуть, как бы, значит, там, и якобы явился ангел с мечом и сделал такое обрезание. Обе руки ему и отрезал. Руки там и остались на этом адре. Рэбе без рук, значит, и в шоке. Ну, как бы, это, ну, такая средневековая дописка, но очень колоритная. Значит, а вообще, древняя версия была без этих обрезаний рук, значит, но не менее впечатляющая. Значит, Марию похоронили, апостолы пришли домой, там, ну, побыли еще какое-то время дома. И вот, на третий день прилетает, после смерти, прилетает Фома и, значит, говорит, как же так, без меня маму похоронили, откройте гроб, хочу попрощаться. И они говорят, Фома, ты что, в своем уме, уже три дня прошло, уже, ну, ты что, нет, откройте. Он как банный лист пристал к ученикам, говорит, давайте открывайте гроб, ничего не знаю. В конце концов, убедил он всех, братьев, говорит, хорошо, Фома, ну, пеняй на себя, только ради тебя. Открывают, значит, гроб, а мамы нет. Девол просто копируется. Да, как будто мамы нет. Хорошо. И самое интересное, пелены лежат, и плат отдельно свитый. То есть, буквально, как в сцене с Иисусом, ученики, что бы это значило, идут домой, на конспирательную квартиру, страха ради иудейства своего, решили сделать хлебопреломление, совершить вместе, помолиться об этом, что бы это значило. И вот они собрались, значит, и там хлеб, вино, хотят преломить хлеб, помолиться. И когда они подняли хлеб, якобы, вдруг крышу сорвало. У головы. Да, у всех, сразу. Такая массовая шиза, такая началась. Одним словом, как будто бы крыша исчезла, в этом здании, и к ним сходит прямо туда большая мама. Это называется дом большей мамочки. Третий уже фильм сняли, но если бы четвертый снимать, то, я думаю, надо было так начать как раз. Сцена библейская такая, и такая черная мама, большая сходит такая к ним. Значит, якобы, они не то с перепугу, не то с откровения особого, они совершили хлебопреломление в честь Марии уже, взяли хлеб, съели, как ее плоть уже, Марии. Значит, и сама мама сказала им следующее, что я с вами во все дни до скончания века, буквально повторив слова Иисуса, сказал, что вот теперь все только начинается, вы недаром были сюда промыслом собраны, идите по всему миру, научите все, все народы, ой-ой-ой-ой-ой. И ученики это приняли, якобы, за чистую монету, и ушли уже, вторая волна началась евангелизации, уже с благословения самой Марии уже. И якобы, она перед тем, как снова ушла с этого собрания, так же, как и пришла на небо, она якобы разъяснила ученикам, что якобы, она воскресла из мертвых, она вознеслась и села, объяснуя уже сына своего, и этим самым она стала царицей неба. Царицей неба. И на ней была вся власть на небе теперь, и на земле. Якобы Иисус, Отец, и Дух Святой Коронавальный Марию, как именно царицу неба. Вот это да! Кстати, икон таких очень много. Особенно вот в Западной Белоруссии, в России западной части, тоже в епархиях, я видел много таких икон. Кстати, и здесь тоже в Поволжье, в Чебасарах в храме, в соборе, такая же икона висела, в принципе. Где в центре большая мама, Мария, сидит, поменьше две фигуры, это отец и сын, отец, ну такой написано, Саваоф, у нее там треугольник такой, значит, он там с большой бородой, такой старец, такой сидит, ветхие днями написано там еще. Вот, с другой стороны там Иисус, помоложе, значит, там и с крестом в руках, а над ней парит маленький Дух Святой, голод такой. И отец и сын держат над Марией корону и коронуют ее. Она в центре композиции, она самая большая фигура, и она царица неба и земли. Все. Вот это да. Там, значит, был праздник преображения, по-моему, и его называют там Чувашский Спас, и вот они там все эти иконы целуют, это все, вот это да. Кошмар. Самое большое, то, что я вижу, то, что от Иисуса просто взгляд увели, главное, чтобы Иисусу не служили. Да. Получается уже, знаете ли, я порой таким священникам говорю, знаете ли, господа, признайтесь тогда, что вы не христиане, а мариане тогда в своем случае. Что это уже не христианство, а марианство. Просто признать честно, вот признать честно, тогда не будет никаких огорчений. Все. Тогда будет понятно, что, как говорится, все, что вы другая религия. Созданная новая другая религия. Но, допустим, мусульмане же себя же не называют реформированные христианами. Хотя есть такие, есть такие там, Ахмад Дедат, по-моему там, у него есть, его мусульманский, один из таких этих евангелистов, он называет, Коран называет новейшим заветом. Есть Ветхий завет, есть Новый завет, а есть Новейший завет. Это Коран. Ой-ой-ой. В Африке, вот эта исламская миссия, которая занимается исламизацией населения, она называется Миссия Новейшего завета. На английском языке вводите, новейший завет, еще такой термин, такой сложный на английском не было ввести. Попадайте на их сайт. Они там благовествуют по-своему, как бы проповедуют, ну, кошмар, да. Мне все-таки непонятно. Куда же снадрится Россия? Так не глупые же люди, ну, если это все даже не сам, я не просто... в России две проблемы, дураки и дороги. Вот, значит, и, я тебе скажу, что, значит, вот религиозное, оболванивое население, это, скажу, давние традиции Руси. Вот, Николай Лесков, великий русский писатель, да, один из лучших писателей, считается, в России, Николай Лесков, в конце 19 века, мало кто знает, что он еще был хорошим историком церкви, не только писателем, историком церкви, он занимался историей христианства, работал с рукописями, в Киеве проживая некоторое время, он работал с рукописями, изучая, как раз, историю христианства, принятия христианства на Руси. И он так написал, князь Владимир, он написал так, что он принял христианство, говорит, но не принял Христа. То есть, христианство, но не Христа, представляете? О самом крещении Руси, Николай Лесков написал так, что, говорит, Русь была крещена, говорит, но не просвещена. Проханов Иван Степанович, лидер такой, апостол евангельского христианства в Российской империи, в конце 19 века, когда Николай Лесков работал как раз над этими трудами своими, Проханов написал так, что за 9 столетий так и не прозвучала проповедь евангельская. За 9 столетий, тогда было 9 столетий христианства на Руси, 9 столетий оболбанивания населения, 9 столетий мрака и тьмы, которые потом имели свое завершение, логичное завершение, просто беспределом коммунистической, атеистической идеологии. В 1994 году Александр Борисов, московский протеерей, настоятель храма Космедемиана в Столечником переулке в Москве, напротив Моссовета, здание церковное небольшое, большая церковушка в переулочке, Столечником переулок идет от Моссовета. Так вот, и этот священник, он в своей книге «Перевши Нивы», или же «Размышления о Русской Православной Церкви» называется еще эта книга, большая редкость эта книга уже, он сказал так, что мы сами, как церковь православно, приготовляли дорогу коммунизму, атеистической идеологии. То есть, религиозный обман, он расчищал дорогу, знаете ли, вначале прорубка леса идет, потом насыпь как это делается, потом там уже пути прокладываются. Вот, религиозная идеология, она приготовляла путь. Призрак коммунизма, он ходил по Европе, изначально, да, но он не нашел там места, потому что ему нужно место безводное, бесплодное, сухое место. Европа, хотя была суховата, да, но там была реформация. Если бы не реформация Лютера, я убежден, что именно коммунизм там бы, не только возник бы, но и развился бы, и нашел бы свое воплощение, 100%. Если бы, даже неверующие историки утверждают, что именно, допустим, реформация в Англии спасла Англия от революции. Там все были предпосылки, верхи не могли уже по-старому управлять, низы не желали жить по-старому. А спичку брось, все это вспыхнет. Там изыскать пламя бы еще больше, чем в России разгорелось бы. Значит, англичане находили себе только лишь отдушину в чем? Морду побить, напиться и футбол. Все, вот три, как бы, в чем англичане находили себе отдых. А так страсти накипелись так, что уже, как бы, уже дальше некуда. И именно духовное пробуждение, вуэллское пробуждение, оно спасло Англию от революции, от безумия этого. Знаете ли, но христианство без Христа в центре внимания, оно готовит дорогу для вот таких страшных вещей, к сожалению. Да, друзья, кстати, здесь у меня такая большая выписка из книги отца Александра Борисова «Поверевший Невы». Он пишет так. Так, эта трансформация возникла исторически и постепенно. Истоки ее, вероятно, где-то в раннем средневековье, когда государственное христианство в борьбе с язычеством стремилось привить многочисленные проявления языческой культуры, христианское содержание. В результате, в народном христианстве, почитание Богоматери еще едва ли не вытесняет почитание Отца и Сына и Святого Духа. И сходатайцы, и заступницы Марии становятся как бы самостоятельным божеством. Причина здесь, по-видимому, почти полной невозможности для человека, незнакомого со Священным Писанием и не получившего хотя бы небольшого подготовки, своими силами представить и принять такую близость Бога, которая даруется нам во Христе Иисусе. Вообще, потрясающее размышление. Кстати, к сожалению, Александр Борисов испугался, и он отрекся от своей же книги впоследствии. И согласие автора, почти весь тираж был уничтожен, сгорел в огне. Лишь несколько пачек этих книг было продано, и несколько пачек было из костра высунуто. Но в электронной версии сегодня эти книги, эта книга распространена, и по сетям ходят. И я даже писал там свое размышление над этой книгой, над книгой отца Александра Борисова. Но он сказал, отец Александр, я с ним общался, когда в 95-м, в 96-м даже, когда общался, он сказал так, причину своего отречения. Он сказал, что я хочу умереть своей смертью. Система очень религиозная, очень злая, знаете ли. Но, по крайней мере, он сделал вот это свое дело, Мавр сделал свое дело, да. Он сделал правильное дело, он дал священникам многим повод задуматься. Хотя, почти все московские священники подписались против этой книги. Ультиматум написали патриарху, тогдашему Алексею Второму. Просто ультиматум, что не должно такому быть среди нас священнику, который на Хулу на Богородицу возводит это все. А он просто честно, исторически подвел это все. Можно? Да. Я просто тоже, я не помню, кто нам рассказывал про Богородицу, что тоже там какому-то священнику, или что там, видение было, что он в рай попал, и что как бы, ну, она ходатайствовала перед Иисусом. Типа Иисус там такой, ну, ладно, что, мама же просит там, и... Да. Вообще считается даже, это очень много таких рассказов, очень много. Вот многие священники, они опираются на такие сны, на видения. Кому-то я видел с Марией, допустим, она говорит, что я там упрошу за вас там отца, и сына, и Духа Святого говорю, уболтаю всех, короче, значит, они вас примут. Якобы там, значит, Мария, она вообще спасает в православии, допустим, православие. К Марии отношение особое вообще, как считается, к Богородице, потому что ко всем святым, да, какая есть молитва, молите Бога о нас, да, моли Бога о нас. К Марии тоже так говорят, но чаще всего говорят ей так, Пресвятая Богородица, спасти нас. Считается, что она сама является источником спасения, благодатная. И хотя это исковеркование текста, на самом деле, благодатная, в смысле, облагодатствованная, как и возлюбленным во Христе, Бог на всех облагодатствовал, на самом деле, параллельно местописания. Тут тоже самое слово стоит по отношению как к Марии, так и по отношению ко всем верующим во Христа Иисуса. Он у нас облагодатствовал, написано, возлюбленным. И во Христе Иисусе Отец, так же, как и Марию, и каждого верующего сегодня, он благодарствовал, дал благодать свою. Но это не говорит о том, что мы являемся источниками благодати этой. То есть мы в католическом переводе более правильно сказано все-таки, благодати полная, говорится, в католической Библии. Значит, версия западной церкви. Но вообще-то, конечно, вот это пение Пресвятая Богородица, спасти нас, оно само по себе меня очень сильно настораживало тогда. В 96-м году, когда я вышел из РПЦ по единым соображениям, одно из, то, что у меня никак не могло в мозгах больше умещаться, как можно петь Матери Иисуса Пресвятая, то есть в высшей степени Святая. Мы Бог обращаемся, Святой, Святой Бог. А здесь Пресвятая. А во-вторых, Богородица. Но это слово меня уже смущало тогда. Хотя, ну где-то 50-50, но я принимал где-то его. Но спаси нас, вот это окончание этой молитвы, это вообще никакие ворота, думаю, не влазит вообще. Потому что спасает только лишь Бог. Только лишь Бог спасает. Знаете ли, вот есть праздник Суккот, он сейчас продолжается, праздник Суккот, поставление кущей. Его идея главная, библейский праздник Суккот, идея главная, именно покров Божий над человеком. Божий покров. И это нормально. Живущий, потому что под кровом Всевышнего, под сением всемогущего покоится. Говорит Господу прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю. Это библейский, это нормальная вера. И знаете ли, и сам Давид говорит в псалмах не раз, ты покров мой, обращаясь к Богу. То есть не покров чей-то, да, умершего человека или ангела, а покров Бога над нами. И, к сожалению, вот на Руси этот праздник Суккот, праздник Божия покрова, как бы, он был трансформирован, переделан в праздник покрова Богородицы. Покров предсвятого Богородицы, вот был недавно тоже праздник покрова, 14 октября. И я очень почитал этот праздник когда-то в своей жизни, очень сильно почитал. И, значит, я даже молитвенно, если брать время, я больше времени все-таки отдавал молитвенно именно Богородице. Меньше всем остальным. Отцу, Сыну, Святому Духу, всем ангелам и святым другим, значит, меньше времени, чем одной Богородице. То есть у меня был такой приоритет. Допустим, кроме того, что в молитвослове, на утренних и вечерних молитвах, я фактически каждодневно читал Акафист, или же канон с Акафистом даже бывало. Но один Акафист 100% в честь Богородицы. Лишь раз в неделю я другой Акафист прочитывал не в честь Богородицы, а чаще всего каждый день, почти, почти каждый день читал Акафист Богородицы. И очень сильно почитал ее, и потом разочаровался в этой вере. Просто разочаровался. Читая Библию, возвращаясь к Божьему Слову, просто разочаровался в этой вере, потому что видел, что это неправда, что она не является спасительницей. И знаете ли, однажды такие стихи, вот Бог дал написать, я не поэт, но вот как молитва в стихах такая вот, обращение в стихах такое родилось у меня. Праздник Божьего покрова станем брать отмечать, покровителя иного, кроме Бога, не сыскать. Он один ведь лишь нас знает, как ложимся и встаем, своим духом утешает, когда вдруг мы устаем. Всемогущий наш Бог Небесный, Он из праха создал нас, любящий Отец чудесный, благодатью нас спас. Никакой святой на свете нас от смерти не спасет. Обратитесь, Божьи дети, к пастырю, что всех пасет. Матерь Господа Иисуса не защитен за себя. Нет на свете слаще вкуса, чем спасение в Господе. Бог покров все простирает, лишь на тех, кто в мире свят, а ступников карает. Грешникам готов уж ад, обратись, душа родная, в дом Отца скорее вернись. Бог готов грехи прощая, отворить дорогу ввысь. Праздник Божьего покрова станем брать отмечать. Покровители иного лучше Бога, кроме Бога не сыскать. Аминь. И знаете, вот на самом деле, это вот такая правда. Кстати, это стихотворение, оно как-то вот так вот родилось, буквально даже не думал, как там рифму подстраивать. Оно как бы как-то лилось и лилось. Записал просто его и все. Даже трудно его своим назвать стихотворение, потому что оно вырвалось просто в молитве. И знаете, и потом был праздник покрова уже в Киеве. Кстати, это в Киеве уже прошло несколько лет. Уже в Киеве на праздник покрова мы напечатали такую листовку формата А4 с обоих сторон. Маленькая такая газета. Кстати, Живая Церковь и написано в шапке «Газета православных христиан веры евангельской». Я когда Михаил Степановичу по ночку, это епископ старший, 50-й братства, газету такую подарил, он говорит «Я в первый раз такое вижу. Православные христиане веры евангельской». Он такой уже, человек пожилой уже, в этом что-то есть. Это что-то такое новое вообще. Творите историк просто здесь. А заглавием, большими буквами, прям такими, аршинными, было написано, прям на пятой части всего этого формата. Большими буквами написано «С праздником покрова». И дальше, мелким уже дальше шло вот это исписание, что «Ты покров мой» и исписание. «Живущий под кровом Всевышний» написано, да, вот, вместо писания. И сам текст. А текст это было вот мое поздравление с праздником покрова для всех православных и всех христиан. И говорю, что сегодня миллионы христиан вспоминают праздник покрова, но мы должны определиться, кто же есть наш покров. И дальше я делаю заключение, такое основание писания, здравого смысла, что покров любого человека, мертвого, живого, это ничто. Но покров Божий, это все. И наоборот, это было стихотворение. И там еще пара других стихотворений таких интересных отделов. «Дышу Тобой, живу Тобой, Господь, Ты мой покров живой, Стал Ты моей новой судьбой, дышу Тобой, живу Тобой». Там еще другие стихи такие, вот, знаете, на эту тему рождались, такие интересные, я это записал, там одно стихотворение, сейчас не помню, на память его полностью, там тоже большое было, там такие красивые слова есть, «Как наш союз любви прекрасен». И мне это как-то так врезалось, прям так вот. И, знаете ли, мы раздавали возле метро, прям на арсенале, там в центре города раздавали, люди брали, такие, ну, спасибо, спасибо, значит, праздник по кроватам читают, о-о-о, такие интересуются. А одна монашка какая-то такая, ну, вся такая, в черном, значит, она из метро как раз выходила, мы там, вот, матушка у вас тоже с праздником, о-о, спасибо, Господи, берет там, в сторону отходят и читают, вижу, глаза так, значит, расширяется, она так, такая вся, кипит мой разум, смущенный, короче, и прям смотрит, прям вот, знаете, жуть, знаете, как собака, бросится, знаете, вот она так, смотрит, и прям, смотря на меня, там, на нас, берет, так, чик-чик-чик-чик-чик, все порвал, так, опа, бросил, на мелкие кусочки, наверное, так разорвало, демонстративные, и ушла, все. Да, думаю, вот бабушка, думаю, ей пулемет дай. У нее два глаза, как два АК, значит, стреляют, значит, и, но, но вообще, в целом, ну, еще пару, там, было порвано газет, а в целом, люди более чем благодарны, и потом, столько было писем всяких, знаете, звонков, там, значит, там, обычные православные звонили, и, знаете ли, одна женщина православная, она прихожанка храма, она говорит, вот, мне попала газета, ну, она не брала с рук, а я ей тут дал, эту газету потом почитать, и говорит, вот, спасибо, что вы разъяснили, потому что, говорит, я на самом деле, ну, терялась, кто же, покров наш, да, теперь я знаю точно, что Бог покров, говорю, слава Богу, знаете, вот что, люди, ну, которые были в этом дурмане религиозном, знаете ли, выходят на свободу, слава Иисусу Христу, аминь. Да, друзья мои, и, что еще расскажу я вам? Я говорил о многобожии, в принципе, достаточно уже сказано, хорошо все сказано, думаю, понятно. Мы записали вторую проблему, которая возникла вот в те далекие столетия, это проблема идолопоклонства. Проблема идолопоклонства – это проблема очень схожая с проблемой многобожия. В принципе, чтобы для легкости запоминания, просто поймите, что идолопоклонство шло примерно по такому же сценарию развивалось, как и многобожие. То есть, примерно по такому же сценарию. Мы уже записывали, вспомните, да, Епифания Египерского, помните его, да? Запомните его имя, оно пригодится вам в разговорах с религиозной грамотой людьми, или же просто с людьми, которые находятся в заблуждениях. Потому что сошлись на то, что множество икон самого Епифания Кипрского находятся. Кстати, Андрей Кураев, дьякон православный, традиционно в православной церкви, он много семинаров всяких проводит, и, знаете ли, таким адвокатом дьявола, к сожалению, очень часто является. Хотя последние годы, я наблюдаю за его выступлениями, все больше и больше слова Божьего Евангелия звучит в его устах, и все меньше ересей. Слава Богу, мы молимся за него тоже, чтобы Господь помиловал его душу, чтобы его таланты были бы в мирное русло направлено, чтобы он с таким же энтузиазмом, каким он сейчас ересь распространяет, чтобы он распространял Слово Божье, Евангелие Иисуса Христа. И я думаю, что вот этот трансформат, такая эволюция его, сейчас вот такая внутренняя эволюция, она продолжится. Слава Богу. Лишь бы он не поздал покаяться. Но, к сожалению, еще 10 лет назад он очень много зла сделал. Очень много. У него есть одна из таких самых, на мой взгляд, просто поганых книг, которые только издавала православие последние 100 лет, это точно. Называется «Протестантом о православии». Вообще очень страшная книга. Она... в чем страшность ее? Я думаю, что красивыми словами прикрывается такое безобразие, он православие преподносит как именно идеальную религию для всех христиан. И он примерно так рассуждает, допустим, в своих книгах, одна из таких ересеев в этой книге, что протестанты и другие христиане вообще не православные, да? Они могут только лишь как бы говорить о Боге, могут верить в Бога, могут ради Бога много делать дел добрых, но познавать Бога лично они не могут, потому что Духа Святого нет у них. Вот даже в столичке нет. А весь Дух Святой где? Православие только. Мы, может быть, даже не говорим о Боге, может быть, даже мы особо не веруем в Него, может быть, даже мы не делаем добрые дела во имя Его, но мы можем познавать Его лично, потому что у нас есть Дух Святой в православии. Вот это да! Это, скажу так, это шедевр был просто-напросто такого бесословия. Как на чем это основывается? А вот я вам еще буду говорить некоторые вещи такие. Чисто на традиции, вот мы древние, мы древние, мы от апостолов идущие, а эти без году неделя, вот самозванцы, самосвятые, взялись непонятно откуда свалились с Луны, вот, а мы вот, мы спокон веков идущие, да, мы изменяемся, но мы, как бы, вот, корнями в самые, вот, вглубь столетий уходим. Ерунда все это на постном масле. Вот здоровый, вы идете, Юля, там, да, я говорю тебе слова. Да, да, да еще нет, даже, кстати, да, поэтому евангельские христиане более древние. Приобщаясь к Евангелию, Библии, к Слову Божьему, да, это самые староверы, как бы, поэтому, кстати, интересно, ну, там много всяких таких есть замечаний, но по поводу Кураева-то, я хочу просто рассказать эту историю. Однажды в Днепропетровске так получилось, мы проводили семинар, то есть, и он, и я, буквально из недели разница в одном и том же зале. И многие люди, ну, добрая половина, была одинаковая, зрители, служители, и у него, и у меня. Вот, и так получилось, что, когда он проводил, и как раз мы об одной теме, но с разных позиций говорили, получается так. Мы в жизни не пересекались ни разу пока еще с Кураевым. Вот, значит, ну, может, пересечемся, не знаю. Но вот так где-то возле, рядом, мы часто находимся. По крайней мере, на информационном поле мы часто шпаги свои скрещиваем, получается. Но, значит, потому что он на стороне пока дьявола, я на стороне Бога, он на стороне суеверий, колдовства, значит, и мракобесия, я на стороне света и истины. Значит, вот, как бы, ну, шпаги скрещены. Но я воюю не против Кураева. Я воюю против дьявола. Я верю, что Кураев и прочие, они со стороны тьмы должны встать на сторону света. Они должны встать на сторону Христа. И там много талантливых людей, много одаренных людей, грамотных людей, которые, священников, дьяконов, которые, епископов, которые могут принести очень много пользы Царству Божьему. Если их энергия, с таким же энтузиазмом они будут Евангелие Иисуса Христа нести, указывают на Иисуса. Это очень правильно. Тем более, кстати, Кураев, в последние годы он часто на Иисуса ссылается. Слава Богу, на Слово Божие ссылается. Так вот, и когда Кураев, представьте себе, я об иконах в зале говорил, в этом кинозале большом, тысячное собрание, там где-то полторы, но до двух тысяч было человек, и у него, и у меня, получается, зал полный был. Значит, и я доказывал из Писания, что поклоняться, там было, там евангельских христиан было много, но большую часть это было просто по рекламе, пришли люди. Сделали такое шоу, такое перетяжки, растяжки, баннеры, бигборды, церкви местные, Днепровские, вложили очень много денег в эту программу, по телевидению бомбили, там месяца два, наверное, ролики всякие, по телевидению мои ролики, вера на Аша, архиепископа, тоже вот такие, очень серьезные вещи такие были. И в народу собралось очень много. И вот, значит, я убеждал, там со сцены, что надо только лишь Богу поклоняться в духе и в истине, что икона почитания является, и тем более икона поклонения, и вера в чудотворные иконы является измышлением сатаны, чтобы отвлечь людей от поклонения Богу, и на основании писания, и из истории приводил примеры. Кураев с той же самой сцены, в той же аудитории, по сути, он доказывал обратное, получается. У нас такой получился диспут заочный. И, что интересно, и он ссылался на апостолов, что якобы Лука нарисовал икону Богородицы. Сам Иисус был иконописцем, оказывается, сделал автопортрет свой, ну, такие глупости всякие. Я потом расскажу, откуда все прошло, это лжеучение. Значит, и один из слушателей, да, и были вопросы-ответы. И вот один из слушателей задал вопрос. Кстати, потом в ролике, который сделали о Кураевском наступлении, там, этот момент, он отсутствует. Но все слушали все это абсолютно. Там сотни свидетелей есть. Иванов, все христиане, это все слышали. Один из моих студентов там был, и он вопрос задал. Вот, господин Диакон говорит, у меня есть комментарий и вопрос. Значит, вот как вы прокомментируете вообще то, что сделал святой, русской православной церкви, эпифаний кипрский, уничтожив изображение Христа. Первое документально подтвержденное именно изображение Иисуса. Не мифическое, а документально подтвержденное. И, ну, конечно же, Диакон Андрея заерзал, как ушли в сковородке. И он, в конце концов, выдал такое свое, свой шедевр такой. Он сказал так, что это вот, знаете ли, это вот частное мнение этого святого отца. Частное богословское мнение. Что за бред? Знаете ли, если бы это сказал простой какой-то сельский батюшка, я бы еще, может, поверил. Но это, говорит, профессор, это, говорит, тот, кто сам преподает много лет уже. Он не может не знать того факта, что он просто ложь сказал. Откровенный ложь. Ну, видимо, надо бы что сказать. То есть, сказал. Но не даром его ложь вырезали, потому что было понятно, что это ложь откровенная. Потому что это не было частное богословское мнение. Это было мнение всей церкви. Епифания Кипрского, тот же самый Василий Великий, Иоанн Златоуз, Григорий Богослов, другие отцы церкви конца четвертого столетия, все капотокийцы его очень сильно уважали. И после этого тоже никто из них не высказал против этого. Наоборот, все говорили о поклонении Богу. Никто из отцов церкви не упоминал о том, что нужно поклоняться иконам или что-то еще. Ни в коем разе. Только в пятом столетии вся эта ересь началась. Вот так. И как же икона почитания распространялась? В конце четвертого, опять-таки, начала пятого столетия. То же самое, что было из многобожия. То же самое, в принципе, один к одному. Можно то же самое запомнить вам, что первых триста лет, когда церковь была гонима, не имелось никаких икон в христианстве. Абсолютно. Потом целых сто лет уже свободной церкви. На протяжении всего четвертого столетия не было ни одной иконы в церквях. Десятки тысяч храмов. До 50 тысяч, предполагают ученые-историки. Некоторые говорят, больше цифр, кстати. Некоторые историки. Некоторые меньше. Но примерно так я нашел, в среднем так, что упоминается, 50 тысяч храмов. До 50 тысяч храмов. Хорошо. В этих десятки тысяч храмов не было ни одного изображения. Даже знак креста, изображение креста, это было нонсенс вообще. Это было, ну... Вы могли прийти в любое... В столице, в провинции, где угодно, в любое собрание христиан, и вы не нашли бы ничего. Дело в том, что даже изображение натюрмортов и пейзажей испанский собор в Эльвире в начале четвертого столетия запретил. Были пастыри, были служители, которые одобряли натюрморты и пейзажи в церквях, но даже эти изображения испанские епископы приняли решение не делать. Чтобы не отвлекать ум человека от молитвы. Чтобы не развлекать ум. И чтобы не подавать поводу соблазна другим церквям. Потому что... Ну, а вот те, которые выступали за натюрморты и пейзажи в церквях, они говорили, чтобы язычникам приходящим было проще увидеть что-то, иллюстрацию какую-то там. Но хотя не было самих икон еще. Шла речь либо об натюрмортах и пейзажах, либо об аллегорических изображениях. Допустим, Иисуса, видя пастуха с ягненком на плечах, допустим, или же в виде птицы, которая восплевывает себя, свою грудь, дает птенцам пить свою кровь. Был миф такой о птице, которая кормит своих птенцов. Так, и в конце, начало пятого столетия первые иконы появляются. Написано на досках, ну, на холсте написано, изображение было уничтожено. На досках написаны иконы, известные, были принесены откуда? Из Африки. Там же, на северо-востоке Африки, Сомали, Эфиопия, Египет, в этих странах, опять-таки, именно в этих странах первые иконы появляются, первые портреты Иисуса появляются, самые древние иконы. Они были сделаны в технологии инкаустика, восковые краски, инкаустика, и они один к одному схожи с древним культом мертвых, древнего Египта. Фаюмский портрет, так называемый. В Азисе Фаюме, в Египте, нашли очень много этих досок, много этих портретов, умерших родственников всяких там, умерших египтян, которые были частью культа мертвых. И в той же самой технологии, в Москве, в Пушкинском музее, там есть выставка древнего Египта, и там фаюмский портрет есть. Была выставка такая хорошая, я не знаю, сейчас есть она или нет, но думаю, что есть. И там, из зала, раньше по камере, можно было так перейти, наверное, и сейчас, просто давно уже не было, честно говоря, в Пушкинском музее, там, в Москве. Но, будучи студентом, училище художества, я постоянно был на этих выставках, постоянно. Мы ездили в Москву, и в Ленинград, на эти выставки. И вот, из зала, фаюмского портрета, из зала Египта, можно было сразу попасть, значит, в зал ранней Византии, древней Византии. Из зала, как для художников, ну, для меня это было шоком просто. Насколько, я-то сам иконы немного написал, в то время, ну, так, чуть-чуть. Хотя, мне даже в училище, тогда балл сняли один, четверку поставили, вместо пятерки, которая ожидалась, за религиозную тематику. Была такая формулировка, интересная. То есть, я много все-таки делал религиозных таких изображений, храмов, там, или же копии икон, делал. На третьем и черном курсах у меня была технология инкаустика, не инкаустика, извиняюсь, а левкасная живопись. Это то, в чем работали иконописцы на Руси, технологии левкаса. И очень мало кто брался в училище, вот где я учился, в Орловском художественном училище, значит, я, ну, скажу, никто не работал в этой технологии. То есть, я решился сам попробовать. И, как бы, считается, успешно поработал, но поставили четверку. Вот, за религиозную тематику. И, значит, и, ну, там была комиссия такая, что ее и мне, там, одна из заводчей тогда, она была преподавателем марсистско-ленинской философии, она вообще сказала, что диплом у меня вообще не получишь. Значит, и по марсистско-ленинской философии, ну, поставят два, и, значит, диплом у меня вообще не получишь. А поставили пять с плюсом. По марсистско-ленинской философии. Это было чудо просто. Именно реально Бог пришел туда. И это отдельное свидетельство. С Москвы, с университетом арктизма и ленизма, женщина приехала, доктор наук, она вообще не к нам приехала, она должна была быть в культ просвета училища, в институте, но не у нас однозначно. И вдруг, не с того, не с сего, что ей в голову стукнуло. За все время существования училища нашего никогда не приезжали нам оттуда, с Марсиско-Ленинского университета марктизма и ленизма. И вдруг в этом году, когда я сдавал экзамены, она приезжает, мой рефератор она принимает сама, на 5 с плюсом оценивает, дает мне, она привезла с собой анкету, безгазанно, чтобы поступать в университет марктизма и ленизма, именно мне вручила эту анкету. Лично ко мне приедешь в Москву, и я буду лично заниматься с тобой, и эту работу твою, работа моя была, реферат, основной вопрос философии, что первично, материя или сознание. Я там много поработал этим рефератом, очень серьезно, я тогда любил очень философию. И она говорит, мы ее доработаем, поработаем, ее доработать будет хорошая кандидатская, говорит, как раз, на эту тему. А у меня документы уже в семинарию были, готовы. Да, а надо было видеть эту учительницу мою, по марктизской ленизмской философии, которая мне двойку ставила, и грозилась вообще, чтобы этот диплом я не получил. Она сидела вся, ну, красная-красная, она не может слова даже ставить никакого, просто дух саду ей так, ну, сидела. А потом выбежала, не вытерпела, когда я вышел, она говорит, ну, ты же, это, не будешь поступать в университет, ты же там свою эту, поповскую линию, ну, да, в принципе, ну, возьмите, отдала ей, она кому-то там отдала. Да, ну, это была история смешная, конечно, но Бог заступился, просто заступился серьезно. Я получил, несмотря на ее клятвенное заверение, я получил диплом, это все в шоке были просто. Слава Богу. Там отдельный рассказ. Хорошо, господа. Значит, ну, по поводу иконопочтания, скажу, для меня было шоком в Москве, в музее увидеть, насколько все схоже. Вот древние и византийские живописи, первые иконы, 5-й век, 6-й век, ну, там были такие экспонаты. И вот фаюмский портрет культа мертвых, древнего Египта. Одна технология, такое ощущение, что в одном мастерской все это было сделано. Одни прием письма. Я, значит, ну, само собой напрашивалось, откуда все это взялось. Но потом, когда стал внимательно изучать историю христианства, я понял, увидел, что это не просто мне показалось как художнику, это на самом деле прямая есть взаимосвязь, потому что из Африки пришла эта ересь. И параллельно с многобожьим иконопочтание распространялось. Помните, я вам сказал, что, на том уроке еще, что участники собора 26 июня были репрессированы, да? Шла речь о сотнях, сотнях, вот этих патриархи, митрополиты, архиепископы, епископы. А угадайте, кого поставили на их места? Африканцев. В Аканте все были заполнены африканцами, которые, как правило, Библию не читали. А если читали, не уважали ее как Слово Божье. А ставили себя свои откровения выше, чем Слово. Представляете, какая ересь началась? Это вообще, это уму непостижимо. Нормальных епископов в то время было раз-два обчелся вообще. Порядочных библейских мыслящих, которые либо молчали, либо что там, ну, как бы, таились в своей вере. А в основном началась такая ересь. И эти монахи из Африки привезли с собой сотни этих всяких образов. Они дали толчок. Если бы не этот эпизод, да, то с соборами, с Третьим Вселенным Собором, то эта икона почитания, она, может быть, так и оставалась бы только в Африке. Но это нарыв этот, да, гненик этот, он просто раскрылся в церкви, внутрь церкви. Он не вне вышел фурунклонгами, да, а внутри эта болезнь раскрылась. Это ужасно было, конечно. Все тело Иисуса было отравлено, фактически. Вся церковь была так или иначе отравлена этой ересью. Но не сразу, постепенно. Начало пятого столетия, мы запомним, да, что икона почитания, оно в церкви распространилось. Прошло сто лет. В начале шестого столетия, через сто лет, каких-то сто лет прошло, нашлись такие учителя в христианстве, которые стали говорить, так, мол, и так, мол, не только можно иметь изображение, иконы эти, да, но можно даже и почитать их, можно даже и преклоняться пред ними. Но ради не их самих, не этих досок, а ради того, кого они изображают. И вот эта древняя ересь, помните, я говорил об позднем эллинизме, да, значит, Апулей, да, в метаморфозах написал, что через образ на первый образ, помните, да? Вот тоже самое ересь говорил Леонтий из Неаполя. Запишите, пожалуйста. Я буду сейчас завершать уже этот урок. Скажу, что Леонтий из Неаполя в шестом столетии, то есть через сто лет после этого собора третьего вселенского, он стал учить, что можно через образ на первый образ, как вот эллинисты говорили о статуях и об изображениях богов своих, да, языческих, что они самим нужно статуям воздавать славу и честь, а тому, кого они изображают. Вот по этому же сценарию он стал и христианствовать, что можно через образ на первый образ, да? Как вы сказали, что можно? Через образ, иконос, икона, икона, образ, на первый образ молиться. Сегодня это ересь Леонтий из Неаполя, она распространяется по сейчас. Вот тот же самый вышеупомянутый Кураев Андрей и прочие вот такие учителя, лжеучителя, они, вот в принципе, ересь Леонтий из Неаполя распространяют по сей день. Хотя, Леонтий из Неаполя разоблачил его же современник. Тоже запишите этого человека, запомним эти имена. Я буду стараться минимум этих имен, но некоторые нужно запомнить. Леонтий из Неаполя разоблачил его же современник. Филаксен его звали. Фил. Брат Фил. Филаксен. Филаксен, архиепископ Иеропольский. Филаксен Иеропольский. Разоблачил этого лжеучителя. Филаксен Иеропольский на основании слова Божьего Писания и на основании учения отцов предыдущих церковных. Он говорил, капотокийцев, тех же самых великих, он говорил, что это и является ересью. Филаксен Иеропольский против Леонтия из Неаполя. Леонтий за иконы и даже целование икон. Он говорит, не надо судить тех, кто целует иконы, перед ними на колени становятся, потому что они все-таки имеют в виду того, кого они изображают эти иконы. То есть он одобрил даже иконы почитания, иконы поклонения. Филаксен Иеропольский эту ересь разоблачил. И слава Богу, большинство греческих епископов поддержало именно Филаксен. Потому что, и даже западные епископы, германские епископы поддержали именно Филаксена. Потому что заявили, что одно дело привезли мы из Африки эти иконы, теперь их уже распространили. За сто лет их уже было много всяких икон, образов не только Иисуса, но уже и Марии, и апостолов. Но они пусть будут как иллюстрации, но ни в коем разе не будем целовать их. Это осуждалось. Все-таки большинство епископов осуждали этот факт. Если видели людей целующих икону, они говорили, что не делайте так, пожалуйста, братья. Потому что это является ересь, мы же не язычники какие-то. И объясняли это все людям. Но Леонтий попробовал эту ересь привнести. Ее разоблачили, но она осталась в церкви. Эта инфекция бродила еще в церкви. Я потом вылезла такой заразой, что... Я расскажу еще об этом и на будущем уроке, наверное, в следующем. Продолжу эту тему. Нужно об этом договорить, обязательно. Но скажу так, что в конце 6-го столетия, в конце 6-го столетия, начало 7-го столетия, это как раз время, о котором я сейчас рассказываю, это время пограничное такое, рубеж. История Древнего мира и история Средних веков. Вот еще со Школьной скамьи. У нас были учебники истории Древнего мира, да? Потом были учебники истории Средних веков. Вот как раз это время, переломный такой, переход от Древнего мира уже к Средним векам. И в Европе в это время был один интересный проповедник, епископ, патриарх, папа римский Григорий Великий. Григорий Великий, папа римский. Как раз в конце 6-го, начало 7-го уже столетия. И Григорий Великий, его тезис по поводу икон, что это библия для неграмотных. Он посчитал так, Григорий Великий, что сейчас, когда в Европе грамотность очень редко и мало кто сможет прочесть Библию, ознакомиться с ней, как именно со словом. Так вот, сейчас из-за неграмотности, как временное такое явление, возможно икона распространения такой икон в церквях. Как библия для неграмотных. Чтобы люди смотрели и видели библейские сюжеты, назидались, слышали проповедь и видели эти картины, и назидались ими, этими картинами. А почему Григорий это все выдвинул, эту теорию? Потому что был инцидент во Франции, произошел в городе Марселя. Помните, да? Город Марсель, портовый город, там где Марселез родилась, гимн революционеров. Так вот, потом российский гимн уже на эту тему возник, советский. Так вот, и Марселеза, там родилась она. И именно в этом городе когда-то была реформация. А перед тем была контрреформация, получается. В Марселе были иконописные мастерские. И жители Марселя, богатые горожане, они имели бизнес. Они содержали мастерские, зарабатывали на этом все. И вот, это было в конце 6-го столетия. Первая во Франции мастерская была именно иконописная, была именно в Марселе, в торговом городе. И вот, и туда был назначен один новый епископ, молодой епископ по имени Сирен. Сирен, архиепископ Марсельский. И он повел борьбу против иконопочитания, против распространения икон. И небезуспешную борьбу. Большинство жителей города поверили новому епископу и отказались от иконопочитания. Склады были забиты готовой продукцией, никто их не раскупал. Потому что туда, куда шли караваны, пути эти торговые, там тоже побывали проповедники, которые убеждали людей не покупать эти иконы, объявлять бойкот этой продукции. И то, что уже купили, это все уничтожать. И на площади Марселя жители города и священники выносили иконы с храмов, со своих домов и сжигали торжественно все это на воскресных служениях, после воскресных служений. И, как казалось бы, город освобожден уже во многом от этой пагубы. Но дьявол нашел зацепку. Вот эти как раз жители, богатые горожане, которые имели бизнес, их доходы упали. Они написали жалобу. Они были недовольны всем этой реформацией. Они написали жалобу и не одну в Рим, к Папе Римскому, на этого епископа Сирена. И писали, что, пожалуйста, уберите от нас этого проповедника, который смуту такой вел, что наши слады забиты готовой продукцией, иконами, статуями, а никто их уже не раскупает. И больше того, их всех сжигают и уничтожают. В храмах уже по всему Марселю не было икон. Давно уже, потому что епископ приказал по всем храмам убрать эти иконы. Да и из домов своих люди выносили иконы и сжигали их уже. Все. Отказывались от иконопочитания. Значит, и сохранилась переписка Папы Римского Григория Великого. Григорий Великий, он официально святой. Не только в католической, но и в православной церкви. Почитать как святой. И вот этот святой в православной церкви и католической церкви, он ни в одном из писем не осудил действия Сирена Марсельского. Наоборот, похвалил его в письмах, часто хвалил его за ревностное служение церкви, за ревностное служение Богу. И единственное, что в своих письмах, в письме горожанам он написал так, что сам он, как папа, как старший епископ патриарх, он сам не против икон, он против поклонения им, почитания их, но против того, чтобы их уничтожать. Потому что, говорят, они как и Библия для неграмотных. Библия для неграмотных. И вот за эту фразу уцепились и, к сожалению, эту теорию развивали в последующие столетия, очень часто. Сегодня век просвещения. Сегодня трудно найти неграмотного человека, который не может читать, писать. Ну, есть такие, но это очень большая редкость. В общем-то, и в нашей стране в основном люди грамотные. Но, при всем при том, люди порой с высшими образованиями, не с одним даже высшим образованием, идут, поклоняются перед иконой, целуют. И это все доказывает, что дело здесь не в неграмотности, такой чисто такой грамотности, читать писать. Нет, дело здесь в духовных вещах, в духовных сферах. И об этом я буду говорить уже в будущих лекциях, в следующих лекциях. Слава Богу! Слава Богу!